всем привет дорогие друзья с вами канал игрополка меня зовут антон и сегодня у нас не совсем обычный обзор мы посмотрим с вами на миниатюры от мастерской фэнтези минис эти миниатюры вы можете использовать в настольных ролевых играх и у них есть один момент который не только выделяет их на фоне других миниатюр но и делает их идеально подходящими для настольных ролевых игр это кастомизация но обо всем по порядку первая миниатюра которую мы посмотрим это миниатюра мага она идет с двумя подставками 1 взрывая фирменная выглядит она вот таким образом сама миниатюра 32 миллиметра подставки 22 миллиметра одна обычная подставка черная вторая вот такая на обратной стороне подставки как раз можно прочитать название мастерской фэнтези минис и сайт фэнтези минис точка ком контакты я оставлю в описании к видео и вот так выглядит наш маг на данный момент он держит в руках гримуар и у него рука выставлена вперед вот так он вы с обратной стороны и что же их выделяет ну во первых например вы можете поменять ему руку и поставить туда например магический шар и теперь у нас маг держит в руках магический шар если вдруг ему стало жарко вы можете снять с него капюшон и теперь наш маг выглядит вот таким образом эту руку можно заменить на посох вставляется и вытаскивается все очень легко сам пластик приятный на ощупь и посох ну естественно любой пластик такого такой толщины гнется но он гнется не ломается то есть он достаточно гибкий и так что мы еще можем ему дать и например он может пускать у нас фаербол прямо из руки вот таким образом и обычно здесь два вида обычных рук с различными жестами здесь у него пальцы сложены вот так ну нет ни козу конечно он делает и у него есть и кольца я сначала подумал что это облой но нет это у него на руках кольца и так шар гримуар и есть еще вот такой вот огненный болт нужно понять просто где правая где левая рука вот так он держит например на кого-то указывает и горит сейчас я тебя сожгу вот таким образом а все это втыкается вынимается легко ну получается маг сколько на два варианта головы покрытая не покрытая голова а две подставки и по рукам у него есть посох есть гаймуар есть шар магический есть фаербол два кистей и собственно один из фаерболов ну как покрасить может это будет лед его летящая ледяная стрела да по качеству к магу никаких вопросов нет и например вы играете в игру и как только меняете снаряжение в игре вы можете поменять его у своего пластикового альтер эго и скажите мне разве это не великолепно единственный момент не знаю как все это будет работать на уже покрашенной миниатюре то есть это идет оставление выставление частей но я это обязательно проверю ну и сам маг состоит из двух частей сборных у него нога и телом одевается отдельно и еще хочу отметить по качеству ну во первых детализация просто потрясающие то есть вы можете даже видите узоры на краешке его плаща все рельефность тел какая-то не знаю что это тубус со свитками наверно висит детализация здесь вот руны наверное или просто магические письмена нави в высоте отдельно хочется отметить вообще абсолютно никакого облоя как по мне прям перед покрасом ее просто помыть и можно красить не нужно ее даже подготавливать к покрасу я даже не заметил ни какого облой и маг просто великолепный вторая миниатюра это королевский на рыцарь но так он выглядит пока не собранный тоже есть подставка 22 миллиметра черная и подставка фирменная как и полагается рыцарю я имею ввиду внешний вид у нее соответствующий такая геральдика к слову про подставкам они тоже высоко детализированы и так рыцарь идет с двумя вариантами головы может быть у него голова вытащил в шлеме давайте сначала соберем рыцаря вот такого рыцарь будет у нас с двуручным мечом ну и плачком надо зацепить вот так вот так выглядит наш рыцарь сразу по детализации тоже обратите внимание в этом плане миниатюрки шикарные на плаще на плаще да вот на этих я даже не знаю как они называются маленькие маленькие вон крестики можем сменить голову с шлема на голову без шлема и варианты рук какие у него есть двуручный меч подобрали в игре двуручный меч взяли в руки двуручный меч дальше есть отдельно вот такая рука и в нее можно вставить щит и я ее придерживаю об этом я скажу в конце и меч то есть это у нас будет рыцарь с щитом и с мечом щита посмотрите на щите у нас лев лев и также лев у него на груди посмотрите сейчас фокусируется камера вот лев на груди потрясающе и можно ему сделать то есть у него двуручный меч какая у него может быть сборка меч и щит и два меча из каждой руки по мечу вот такая сборка опять же в игре поменяли снаряжение можете поменять вашего пластикового альтер эго конкретно по данному рыцарю по детализации потрясающие как и у мага а вот по качеству исполнения есть два замечания во первых это плащ поскольку здесь у нас отверстие побольше да но он сидит но и легко отходит этот плащ и вот эта рука у меня совершенно не держится то есть у меня пасса шире чем втулка назовем ее плащ я думаю это не проблема я не собираюсь его снимать раздевать я с с меня бегать не буду да я его приклею а вот здесь здесь тоже это несложно исправить нужно делать небольшие косметические вещи но это дело поправимы и так это была вторая миниатюрка рыцарь и он пока не устойчив третья миниатюра это дуэлянт и у него опять же обычная поставка и вот такая подставка фирменная мне она больше напоминает какую-то пока вас при плетеную крышку от корзины но думаю что здесь авторами закладывая что-то может быть восточной но и смотря как вы покрасить и и когда я говорил крышка от корзины это нисколько не скажем так в плохом смысле из краев тоже есть вот так и так сам дуэлянт идет он цельный у него голова 1 без маски и 2 голова у него в маске и что он может держать в руках во первых у него есть в правую руку меч ну а в левую руку мы возьмем ему щит вот так и теперь посмотрим на него получше вот так выглядит дуэлянт и щит троне щита меч можно заменить на рапиру она отличается непосредственно ручкой я понимаю что этого есть отдельное название но я его не могу вспомнить а в левую руку можно например дать ему арбалет мини арбалет дальше есть метательный ножик так ножик или можно дать ему небольшой кинжал вот и вся его сборка и честно говоря на и качество исполнения также отличная детализация отличная но например по сравнению с магом или рыцарем он выглядит немного невзрачно в том плане что ну рыцарь он весь обвешен такими красивыми сияющими доспехами маг у нас в плаще с книгами и так далее дуэлянт у нас одет простенько и не нужно одеваться как-то вызывающе последняя миниатюра это боевой священник и такс для начала мы собираем ему тело из двух частей и дальше голова может быть во первых у него лысая голова он чуть-чуть смотрит у нас вправо и есть два варианта причесок вот такой вот горшок я просто вам покажу вот так вот горшок и вот такой вот полу лысый с хвостиком прически они конечно не съемные придется определиться что вам нравится и приклеить ну или оставить лысый кстати вот это смотрится отлично горшок мне не нравится но вот это вот полу лысый с таким хвостиком смотрится отлично это одна голова вторая голова а может быть он с капюшоном вот так выглядеть и 3 голова это шлем вот так шлем дальше сборка во первых у него есть молот так молот на правую руку несет его вот так а в левую давайте мы дадим щит посмотрим на него вот такой вот боевой священника с щитом и молотом и с обратной стороны книжка висит можно заменить ему молот на шестапер вот так вот и получается у нас священник шестапером а можно дать ему клевец так если ему ноги нам так надо понять где какая рука вот клевец правую руку и можно также убрать у него щит и дать клевец ему в левую руку вот так и он у нас будет с двумя клевцами и для левой руки есть еще священный символ то есть он в кулаке держит у нас священный символ мне больше всего нравится надо не за ноги удержать а за тело больше всего нравится вот такая сборка священный символ и священный молот конечно же он священный священник у нас ну и подставки опять же обычная черная и вот такая которую нужно раскрасить в золотой выглядит потрясающе ну что ж давайте подведем итог 4 миниатюрки мы с вами посмотрели есть небольшие проблемы у рыцаря связанные с двумя пазами они оказались чуть больше больше всего мне понравилось маг книжечку не постоянно я почему-то поворачиваю меньше всего мне понравился дуэлянт ну потому что он невзрачный все таки в доспехах плащах а он простенький вот но возможно дуэлянт это ваш любимый класс ну можно именно играть еще как вором например да можешь вы любите именно этот класс естественно они не одеваются вызывающий как-то или много доспехов по качеству как и говорил никакого облоя просто промыть и можно грунтовать и красить по детализации на высшем уровне приятный на ощупь пластик мягкие они ломаются меня ничего не сломалось туда-сюда легко вытаскивается вставляются единственное вот говорю не знаю как это все будет работать на покрашенной миниатюре но я это обязательно выясню если и на мой взгляд данные миниатюры прекрасно подойдут для настольных ролевых ролевых игр да и для обычных настольных игр и подходящего сеттинга ну и конечно же для тех кто просто коллекционирует или увлекается покрасом миниатюр надеюсь данное видео было интересным а самое главное оно было полезным если так я очень рад но на сегодня всем спасибо за просмотр играйте в игры и всем счастливо